27 сентября в Якутске прошел кастинг участников на конкурс «Голос Туймады». В нем приняли участие порядка 120 конкурсантов, и все они были из разных, можно сказать, жанров. Это были и рокеры, и рэперы, и представители, обладатели техники горлового пения. В общем, самоеобразные. И в якутском конкурсе, так же как и в популярном шоу «Голос» действует система наставничества. И сегодня у нас в гостях один из наставников Ирина Файрошина со своими подопечными Валентиной Готовцевой и Анжелой Жирковой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ирина, первый вопрос к вам. Как прошел отбор, по каким критериям оценивали участников? Очень ведь много было, жанров. Да, участников в этом году было очень много, порядка 120, как вы сказали. Мы сидели 7 часов, 7 часов смотрели всех подряд. Мы, на самом деле, не ожидали такого ажиотажа. Мы отбирали, все наставники отбирали своих детей по своему усмотрению, по своему желанию. Ну, а я отбирала потому, как они пели, в смысле того, какой жанр они пели. Потому что они пели более в европейском стиле, это было более ближе ко мне. И как-то вот на них, посмотря, я сразу увидела своих участников, как и в прошлом году. Ну, вот Анжела является самой юной участницей, да? Да. Вот что сподвигло тебя на участие в этом конкурсе? Ну, я хочу быть музыкантом по жизни, хочу учиться в музыкальном колледже. И поэтому, мне кажется, этот конкурс, он как-то такой толчок для меня, чтобы делать шаги вперед и заниматься. Валентина, вас как свела судьба с конкурсом? Ну, я увидела рекламу, я уже давно люблю петь, да, с детства. Ну, наверное, большую роль в этом, как сказать, ну, муж мне сказал, чтобы я сходила на кастинг. Вот я пошла и спела. Раньше на Гене выступали просто сами для себя пели? Да, можно сказать так. Она сама является музыкальным педагогом? Я, да, работаю в детском саду, музыкальным руководителем закончила тоже колледж, но нигде не пела, не участвовала. Зря. Ага. Ну, вот как вы выбирали себе жанр, в каком будете петь, как готовились к кастингу? От этого же, на самом деле, очень много, да, Рензовис? Тут подготовить именно тот материал, который понравился бы. Да, именно за ту лист, который будет показывать весь свой голос во всей своей красе. Ну, я, наверное, вообще не готовилась, если честно. Ну, сказать, да, честно. Я слушаю песни постоянно, да, хожу, слушаю, в наушниках хожу, слушаю. И так я любимых своих песен все равно изучаю наизусть, можно сказать, постоянно пою. Не только слова, но и вот высоту, да, финальность. Да, 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 все, все у меня так уже... Анжела? Песню, которую я пела на кастинге, я уже давно пою, и поэтому она мне очень близка по духу. И я понимаю, как бы я выбираю песню, которую я понимаю, вообще чувствую, о чем поется. И поэтому я выбрала песню, которая была прям близка ко мне. Ирина, вот сейчас проходят уже занятия, да, с подопечными. Да. Готовитесь к концерту. Да. И вот как готовитесь? Ой, у нас концерт уже на следующей неделе, 29 октября, в культурном центре Сергея Лявские огни. У нас репетиции почти каждый день, получается, у нас почти каждый день репетиции. Мы с ними трудимся, работаем над образом, работаем над подачей песни, работаем над вокалом. У нас еще проходят мастер-классы. В общем, репетиции у нас идут полным ходом. А кто мастер-классы дает? Мастер-классы нам дали по сценическому образу, по... По какому еще давали вам? По вокалу, да. По вокалу дают каждый раз еще, по психотренингу, да? По психотренингу было, да. А вот у каждого наставника одинаковое количество конкурсантов? Нет. У меня и у Петра Кулаковского по 4, у Сахай и у Николая Робака по 5. А все равны, вот на первый взгляд? Или кто-то, ну так, пока тишина вся, конечно, решит финал, кто-то выделяется, может быть? Нет, вы знаете, пока не все одинаковые, пока не все, ну, как сказать, сырые, готовятся, да? Но иногда бывает такое, что на финале они покажут просто прямо вау, от которых вообще не ожидали. Вот это тоже самое непонятно, поэтому... А что самое сложное в подготовке? Это, наверное, у них не спрашивают. Ну, самое сложное, это именно стоять на сцене, потому что это непривычно, когда люди смотрят на тебя, и поэтому сложно как-то правильно двигаться, делать какие-то четкие движения. Вот это прямо самое сложное, мне кажется. Ну, для меня тоже это самое, наверное, у меня на сцену... Ну, нет опыта выходить на сцену, да, тоже так же... Психологический барьер, да, психологический барьер у нас. Как вы с ним сейчас справляетесь? Много поем, именно на сцене, да, ругаем. Ругаем. Чтобы они открылись полностью, они, да, они пока зажатые, но, надеюсь, они покажут еще себя. Ну, вы как-то вот кардинально свой образ поменяете на сцене, или это будет все-таки близкий к вам образ? Нет, мой точно близок ко мне, наверное, будет. Нет, скорее всего, мы не поменяем, а просто, как сказать... Подкорректируем. Да, подкорректируем, да. А песни, которые будут исполнять конкурсантки, это те, с которыми участвовали, или абсолютно другие? Нет, мы стараемся делать, мы, типа, мы хотим показать рост, и поэтому мы даем им правильные песни, чтобы они показали вот это вот. Более сложные, да? Да, да. И это все-таки какие-то европейские, или... Да, это европейские песни, но есть и якутские песни в исполнении других участников.